29 июля 2011 года Владимир Грузев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Прошел ровно год, как наш регион изменился за это время. Назначенный на подгубернатор Тульской области в прошлом году Владимир Грузев сразу заявил о намерении сформировать вместо администрации области региональное правительство. Однако глава региона все никак не может сформировать свою команду для эффективной работы и закадровочей харды. Зато советников с наставниками в аппарате губернатора его правительства уже 9 человек. И это не считая его личных помощников и референтов. Но многие политики связывают достижения Владимира Грузева с масштабным строительством дорог. На ремонт дорог в регионе выделено более 3 миллиардов рублей. Подрядчики восстанавливают дорожное полотно и в городе, и в районах. Однако к качеству ремонта уже есть много вопросов. Сколько денег не выделяет, если качество плохое, дорога вообще должна строиться минимум на 8 лет. В следующем году у нас общий бюджет почти 4 миллиарда. Но у нас до сих пор нет нормальных подрядчиков, которым мы можем это доверить. Но у нас, правда, есть время. У нас сумма огромная. В 4 раза будет больше тратиться денег, чем в этом году. Ну, там, в 3,5. И я вам честно скажу, что до тех пор, пока я не буду убежден в том, что мы строим качественную дорогу, которая просто от 6 до 8 лет, это вот те дороги, которые строятся в основном у вас, да, вот, так сказать, внутри муниципальных образований, я строить дороги не буду. За год губернатор несколько раз посетил районы области. Да и во время встречи с местными жителями глава жестко высказывал свое отношение к главу муниципалитета. Вот я вам честно скажу, у меня есть зам по сельскому хозяйству, Павел Юрьевич Воронин. Вот он в свое время, в прошлой думе мы с ним работали вместе, вот он Кудрину сказал, вам, говорит, как офицеру, нет, не Кудрину, Зурабову, он сказал, вам, как офицеру в прошлом, надо взять пистолет и застрелиться. И я вам то же самое, кстати, советую. Однако встреча с жителями не прошла даром. Эксперты считают, что это помогло поднять рейтинг и самому Груздеву и Единой России, что сказалось на выборах в Госдуму, а затем и на президентские. Хотя оппозиция настаивает, что выборы прошли с масштабными фальсификациями, и глава региона, по мнению оппозиции, не последнюю в этом сыграл роль. На социальную сферу выделена львиная доля бюджета. Кроме социалки, рост расходов идет еще и за счет разного рода проектов и программ, запущенных в работу за время пребывания Владимира Груздева на посту губернатора. К примеру, проект развития тульских парков предусматривает выделение порядка 153 миллионов рублей из областного бюджета на его реализацию. У Владимира Груздева много и грандиозных планов по развитию области. Создание открытого правительства в Тульской области, создание тульской агломерации, развитие сельского хозяйства и туризма в регионе, развитие футбольного клуба «Арсенала». А еще более грандиозным и малореализуемым проектом для губернатора стало строительство аэродрома в Ефремове. Планы хорошие и нужные для региона. Но вот только остается открытым вопрос. Как будут они реализовываться и когда? Валерия Пенина, Алексей Туманов, Телетулы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова